Накануне католического Рождества исследовательская служба «Среда» опубликовала результаты социологического опроса, проведенного летом 2016 года фондом «Общественное мнение». Целью исследования было желание выяснить, насколько хорошо православные знакомы с догматами своей веры, и результаты опроса немало удивили экспертов. Как выяснилось, большинство православных трактует свой символ веры в рамках католической традиции. 69% ответили, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. В православии же считается, что Святой Дух исходит только от Отца. Верный вариант дали всего 10% опрошенных, 3% сказали, что неверными являются оба варианта, а 18% вообще затруднились ответить на вопрос. Любопытно, что произошедший в 1054 году раскол христианской церкви был вызван в том числе и спорами о том, от кого исходит Дух Святой. Для последователей Христа это было и остается принципиальным вопросом. О чем свидетельствуют результаты социологического исследования? В первую очередь о том, что по факту большинство людей, называющих себя верующими, православными, сами не знают, во что они верят. Просто верят и все. Но при этом не забывают во всеуслышание заявлять, если кто-то вдруг якобы оскорбляет их религиозные чувства. С другой стороны, кого сейчас интересуют причины распри тысячелетней давности? Есть дела посерьезнее и поважнее. Например, массовое отравление боярышником в Иркутске, где пора уже начинать съемки настоящего отечественного фильма ужасов. Шутки ли ведь сейчас, горожане всерьез обсуждают нависшее над ними проклятие, из-за которого, а вовсе не от боярышника, случился настоящий мор. Все якобы началось в 2010 году, когда жители Иркутска массово отравились так называемой святой водой, взятой из подземного источника Михайло-Архангельской церкви. Вода оказалась заражена фекалиями. Проклятия же связывают с тем, что тогда большинство верующих сделали то, что необходимо было сделать в данной ситуации, то есть вылили непригодную для питья воду. Местный священник предсказывал грядущие беды, заявив, что Всевышний ни в коем случае не простит такого кощунства по отношению к святой воде. Бог ждал долго, целых шесть лет, но в конечном итоге все-таки нашел способ отомстить православным, выкосив при помощи настойки боярышника почти 80 алкашей. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Эту известную фразу должны были, просто обязаны были вспомнить в Следственном комитете Иркутской области, когда размещали на своем официальном сайте памятку о том, как уберечь детей от киберпреступлений и суицида. Тема в последнее время действительно актуальная, но стараясь сделать хоть что-то полезное, в Следственном комитете все равно решили строго соответствовать отечественному правилу «хотели как лучше, а получилось как всегда» и бездумно перепечатали информацию некой общественной организации из Рязани, занимающейся спасением детей от лап коварного интернета. Авторы текста предупреждают, что современными идеологами и психиатрами иностранных разведок разработаны новые тактики уничтожения народонаселения посредством нейролингвистического программирования. А чтобы помочь родителям выяснить, попали ли их дети под влияние различных суицидальных групп в социальных сетях, в организации, борющейся с киберпреступлениями, выделяют значимые признаки, которые могут свидетельствовать о грядущей беде. В сохраненных картинках ребенка появляются изображения из групп, отрицающих моральные ценности, пропагандирующие вседозволенность, курение, наркотики, нетрадиционные половые взаимоотношения, критикующие семью и школу, традиции, праздники, отрицающие религию и бога. Кроме того, о суицидальных наклонностях ребенка может свидетельствовать его интерес к стихотворениям Есенина и Бродского, картинкам китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов, ведь цитата «смерть едет на единороги в ад», а также просмотр видеороликов с пропагандой ЛГБТ и атеизма. Такими нехитрыми приемами нас всех потихоньку подводит к мысли о том, что во всех бедах виновата современная и в особенности зарубежная культура, западные ценности, породившие гомосексуализм, и, конечно же, атеизм. Именно отрицание религии и бога, по мнению неназванных авторов заметки, ответственно за то, что подростки сводят счеты с жизнью. Дичайший абсурд, который может быть только удвоен мыслью о том, что атеизм виноват и в существовании феномена религиозных смертников. Ну а что ведь, говорил же патриарх РПЦ о том, что в европейских терактах виновата западная безбожия, якобы позволяющая фанатикам беспрепятственно вербовать смертников. А вот если бы детей не вводили в заблуждение сказками о лучшем мире после смерти, объясняли бы, что жизнь, которую они получили у них одна и другой не здесь, не где-то там уже не будет, то школьник трижды бы подумал перед тем, как подниматься на крышу высотки или шагать под идущий поезд. Но зачем, если проще вдалбливать в детские головы религиозные мифы и кормить историями о том, как западные спецслужбы планомерно уничтожают российский народ при помощи НЛП и кроссовок Nike. Как раз с одним из таких проявлений западной культуры небезызвестным Хэллоуином призывают бороться психиатры из Красноярска, обратившиеся за помощью к священникам из РПЦ. Врачи рекомендуют отказаться от празднования Хэллоуина в образовательных учреждениях, поскольку сам праздник несет большую опасность. Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение, склонности к суициду, у них появляется энурез, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса и прочие психические расстройства и неврозы, пишут психиатры из Красноярского краевого психоневрологического диспансера номер один, особо обращая внимание на то, что во время празднования Хэллоуина происходит воспевание культа смерти. А это, как вы понимаете, заметно портит статистику по суицидам. Душа вырыхнулся. Вот он вышел, вышел спокойно, отпустил горло, горло отпустил. Горло спокойно, выходишь спокойно, горло. Горло спокойно, останетсяеть! Горро playing. Горро «Ромы» за винарного? Забавно, что о своем беспокойстве по поводу тлетворного влияния Хэллоуина на неокрепшие детские умы красноярские врачи решили доложить именно в РПЦ. Судя по всему, уважаемые психиатры уверены в том, что вот это, например, исключительно положительно влияет на психическое здоровье детей, не способствует развитию у них психических расстройств, ночных кошмаров, неврозов и, само собой, не вызывает энуреза и мыслей о самоубийстве. Марксизм, ленинизм, сталинизм, коммунизм, откровенный атеизм, это скрытый сатанист. Вместо Троицы святой, вместо веры во Христа, мы проклятим заклименные, взрастили семя зла. Так раскаемся же люди за себя, что сгубили своих братьев и сестер. То, что слушали, как Ленин, как антихрист поколений, вел народ наш в преисподнюю на красный произвол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть Господь хранит вас.